Привет, друзья! Сегодня с вами снова гроссмейстер Роман Овечкин и я расскажу об одной своей быстрой победе которая, благодаря в частности Дмитрию Владимировичу Кряквину пожалуй будет является одной из наиболее известных таких побед эта партия была сыграна в 1996 году в городе Азове на командном чемпионате страны между мной Владимиром Журавлевым который представлял командующий Череповец, международный мастер Дмитрий 2475 то есть пунктов на 100 больше чем у меня тогда был В предыдущем в предыдущем туре если я не ошибаюсь я проиграл гроссмейстеру Виталию Цишковскому эта партия очень интересна и несомненно тоже попадет в рубрику памятные партии по причине о которой я расскажу в ролике посвященном именно партии с Цишковским в те времена компьютерные программы были слабые да и компьютеров практически ни у кого по крайней мере из нашей команды не было кроме Михаила Витальевича Улыбина сильного гроссмейстера вот с ним я и готовился вечером к партии с Владимиром Журавлевым один из моих любимых вариантов по французской защите был в то время такой вот странный разменный и готовясь к партии я перебирал разные возможности черных в частности и то что у нас случилось тоже видел конь Е7 портишь считая что здесь сильнейшим ходом является ферзь Е7 но конь Е7 действительно ход похуже качеством потому что после ферзь H5 у белых очень серьезная инициатива короткая аркировка невозможна а после C5 DC D4 A3 Ферзь A5 в этой позиции гроссмейстер Глек сыграл AB и это реально сильнейший ход после ферзь ГТ1 конь Е2 у белых мощнейшая компенсация за качество есть пешка очень быстро закончат они сейчас развитие ферзь на А1 тоже рискует заблудиться но когда я вышел на партию очень хотелось вспомнить партию Глек то есть я понимал что это у меня стояло при подготовке но предыдущая встреча произвела очень сильное впечатление в связи с чем очень мало в памяти отложилось того что мы с Мишей просмотрели на шахматной доске из общения вспоминалось многое а вот как здесь играть нет и я пришел к выводу что могу здесь сыграть просто ладья Б1 мне казалось что теперь после ДЦ плохо слон бьет С5 это понятно короля оставляем на Ф8 забираем на С5 у нас преимущество двух слонов пешка на С3 еще висит в общем позиция черных близкая к безнадежной ну и после ДЦ АБ мне казалось что позиция черных неимоверно тяжелая так как после ферзь бьет Б4 конь Е2 на ЦБ мы пойдем слон Д2 нападем на ферзя потом эту пешку отыграем два мощных слона прекрасное развитие у белых явный перевес ход ферзь А2 выпал из поля моего зрения но выпал вполне удачно конечно страшно не хотелось проигрывать в 10 ходов ну и позиция это все таки еще не проигранная и чтобы оказать сопротивление пришлось надолго задуматься погрузиться в раздумья в общем и поднять такую идею конь Е2 напали на пешку ладью надо брать и Б3 белые арестовали ферзя и вообще партия произвела такое впечатление на судейскую коллегию что на закрытие турнира приз за лучшую партию получила именно вот эта победа приз был фотоаппарат кодек но это было неимоверно приятно то есть там играли играло столько грантов Свиллер Бриев Бореев огромное количество сильных шахматистов но немножко омрачало то что я видел сильнейший ход за черных в этой позиции после которого считал свою позицию свои шансы менее высокими чем у противника давайте мы сначала посмотрим все таки партию мой противник решил развиваться сыграл слон Е6 и после рокировки очень сильный ход конь Д4 висит слон коробки рокировки нет а в длинную сторону черные не успевают они защитили пешку Х7 и в короткую сторону уйдут несомненно сильный ход ферзь Е2 мне кажется ферзь Ф3 тоже было нормально но ферзь Е2 просто жестче вынуждает черных рокировать так как проигрывает конь Д7 после вот этого размена висит ферзь и самый сильный ход за черных здесь ладья Е8 на отход ферзь Д2 последует слон Э5 с угрозой мата на Д7 и все белые фигуры набрасываются на черного короля который за еще всего лишь парой коней после ладья Е8 у белых очень приятный ашпель с парой лишних пешек и шансами получить их еще большее количество потому что на А7 висит на С3 слабость черным конечно не спастись мой противник рокировал но после слон Ж5 он отлично понимал что надо ходить ферзь Блет Ф1 здесь потому что ферзь что на Б1 что на Б2 не играя черным летит мат но ему было противно отдавать ферзя как он сказал после партии ну и действительно после ферзь Блет Ф1 спастись тоже вряд ли удастся король Блет Ф1 конь Блет Д7 конь Блет Е6 давайте посмотрим ферзь Ф1 взяли королем теперь от слон Блет Ф6 надо заищаться белые бьют на Е6 черные связывают воде Е8 белые заставляют черных получить слабую пешку на Е6 ну и допустим просто забирают пешку С3 после чего у них материальный перевес достаточно большой и шансы на победу мне кажется очень высокие также можно пойти Ф4 тут на самом деле количество ходов огромное я бы за доской решал как добивать но видно что добивают именно белые ну а после Ф2 партия быстро закончилась белые сыграли Ф5 грозит мат в один вход и здесь мат просто форсированный я пошел ферзь зашло 7 шаг и он сдался ну и несколько точнее было пойти слон Ж6 и объявить такой мат вот и партия действительно произвела колоссальное впечатление но несколько позднее в одном из турниров на Урале близ турниров или быстрых я обыграл в этой же схеме Слава Башкова международного мастера Вячеслава Башкова и после партии рассказал ему про встречу с Владимиром Журавлевым и про сильнейший ход в этой позиции сейчас давайте мы до нее с вами дойдем проход опять рассказал Вячеслава дело в том что черные включают в бой ладью А8 и после примерного после вот следующих примерных ходов на доске формально у черных на пешку или пол пешки больше то есть две ладьи посильнее ферзя будут но очень важно что ладья А1 развивает жуткую активность слон С1 связан пешки Б4 и С3 очень сильные и если кто и претендует здесь на победу то конечно черные примерно в лишнюю пешку оценивает современный компьютер преимущество черных в этой позиции но на этом история не закончилась в 2000 году в городе Стрельтомаки я играл в турнире и в одном из туров встретился с Вячеславом Башковым белыми вы не поверите вот эта позиция стояла на доске но не слон Е6 конечно же А5 рокировка АБ и спастись мне здесь не удалось я просто забыл что рассказывал Славе о том как здесь правильно играть а он взял и запомнил на этом пожалуй сегодняшний сегодняшний ролик я закончу всем спасибо за внимание к файлику ЧСБСовскому который будет прикреплен в файлике есть ссылочка на статью Дмитрия Вадимовича Кряквинов который упоминается этот поединок почитайте мне кажется он написал тоже очень неплохо подписывайтесь ставьте замечания с вами был международный космос Роман Ильич до свидания Субтитры создавал DimaTorzok